Лаки. Лаки, Ольга Козина, пришла к успеху в составе группы «Вирус». Исполнители таких хитов, как «Ты меня не ищи» и «Ну где же ваши ручки» взлетели и не могли отрабатывать все концерты. Продюсеры набрали второй, менее звездный состав. Ольга Лаки и ее коллеги взбунтовались и ушли выступать самостоятельно. Удивительно, но тот самый «Вирус» существует до сих пор. Ольга пишет новые песни и дает концерты вместе с музыкантами Андреем Гудасом и Юрием Ступником. Светлана Владимирская. Светлана Владимирская стала звездой благодаря песне «Мальчик мой». Но слава, гастроли и съемки утомили певицу. На пике славы она все бросила и уехала жить с детьми и мужем в деревню. Но постепенно в размеренную жизнь звезды снова ворвался шоу-бизнес. Владимирская начала выступать на сцене на дискотеках 90-х и работать диджеем. Акула. Акула. Оксана Почопа начинала музыкальную карьеру как подопечная Сергея Жукова. Ей тогда было всего 17 лет. Исполнительница хита «Кислотный диджей» в одночасье стала звездой. На волне популярности Оксана уехала в США. В Россию Акула вернулась спустя пару лет. Здесь она начала заниматься политикой и совмещать ее с гастрольной деятельностью. Лариса Черникова. Лариса Черникова, спевшая такие хиты, как «Я люблю тебя, Дима» и «Одинокий волк», не захотела строить карьеру на родине. Из России Черникова перебралась в США. Там же вырос ее сын. Вместо музыки певица увлеклась кулинарными экспериментами, духовными практиками и созданием мантр. Монакини. Татьяна Заикина была лицом и голосом проекта Максима Фадеева «Монакини». Публике творчества певицы запомнилось только одной песней «Дотянуться до солнца». Татьяна вышла замуж за брата Фадеева, а потом развелась с ним. Из-за этого пострадали и отношения с самим продюсером. Долгое время Заикина работала редактором на телевидении. Она отвечала за выпуск «Давай поженимся», а потом вернулась к музыке под новым псевдонимом «Мона». Ангина. Надежда Егошина попала на «Фабрику звезд» и ушла оттуда ангиной. За ее раскрутку взялся сам Виктор Дробыш. Девушка выпустила несколько песен совместно с продюсером, попала в чарты, а потом ее музыкальная карьера застопорилась. Зато началась новая глава в жизни. Надежда стала актрисой. Ее можно увидеть в нашумевшем сериале «Мир», «Дружба», «Жвачка». А еще у взрослой Ангины – большая семья с четырьмя детьми. Лика Стар. Певица и диджей одной из первых показала стране, что такое хиппохоп. Популярность Лики Стар росла в геометрической прогрессии, но ссора с продюсером отняла у нее все. Некоторое время она пыталась найти место на телевидении, но в итоге все бросила и переехала в Италию. Вышла замуж за бизнесмена, родила троих детей и начала водить гастротуры по Сардинии. Ирина Забияко. Первым хитом группы «Чили» стал трек «Новый год по стели». Некоторое время Ирина Забияко и ее коллеги были очень популярны, но потом словно пропали. На самом деле они не завершили карьеру. В 2024-м они дают концерты, правда, новыми песнями публику не балуют. В личной жизни у Ирины все ровно. Она воспитывает сына вместе с мужем-музыкантом. Саша Зверева. Саша Зверева выступала в группе «Демо». Но когда исполнительница «Солнышко» решила начать сольную карьеру, то столкнулась со сложностями. В итоге Зверев поработала на телевидении и перебралась в США. Там она вышла замуж за иностранца, стала многодетной мамой и переквалифицировалась в коуча и дизайнера. Светлана Лазарева. В конце 80-х Светлана Лазарева присоединилась к коллективу «Синяя птица», потом перешла в женсовет. А в середине 90-х начала сольную карьеру. После выпуска первых альбомов Лазарева сделалась популярной ресторанной певицей, телеведущей и самостоятельным продюсером. Сейчас Светлане за 50, но она активно работает в своей музыкальной студии и иногда выступает на частных мероприятиях.